Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Я прошу вас быть максимально внимательными к тому, что я сейчас вам буду говорить. Потому что это уникальное послание. И когда я начал это изучать, это реально меня захватило. Мы будем говорить о божествах на суде. Мы противопоставим Христу, греческий пантеон богов. Возможно, сначала эта тема не кажется вам интересной, но скоро вы узнаете, что ошибаетесь. Я сам не знал этого, хотя я проповедую уже более 40 лет. Но когда я начал изучать эту тему, я увидел, что Иисус стал реальной угрозой для поклонения греческим и римским богам. Пока вы не услышите, вы не поймете, о чем я говорю. Во-первых, я хотел бы прочитать вам исход 12, 12. Бог говорит тут к детям Израиля. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. Заметьте, что он собирался произвести суд не над фараоном и не над Египтом, но Бог собирался повергнуть позору богов Египта, в которых веками верили египтяне. Я сделал список, в котором с одной стороны я поместил 10 казней, а с другой стороны имя египетского бога, отвечающего за данную сферу. Это боги, в которых верили в Египте, и которые, по идее, должны были прекратить бедствие. Когда вода превратилась в кровь, когда жабы и мошки наполнили землю, когда скот мучили пёси и мухи, когда люди покрывались ранами, когда шёл мощный град, когда повсюду была саранча, когда землю накрыла тьма, и, наконец, когда пришёл ангел смерти, чтобы погубить их первенцев. В Египте было 10 богов, и 9 из них перечислены в этом списке. И у них, по идее, должна была быть сила, чтобы не допустить это бедствие. Однако, если вы посмотрите в Писание, хотя магии могли повторять чудеса, но отменить то, что сделал Бог, они не могли. Египетские волхвы были так глупы, что, увидев, что Бог послал мух, они делали так, чтобы мух было ещё больше. И они делали так, чтобы на египетской земле было ещё больше жаб. Египетские волхвы могли сделать только это. Но отменить то, что послал Бог, они не могли. Фараон тоже считался Богом, и последняя казнь была смерть, которая вошла в дом фараона и погубила его сына, следующего фараона. Десятая казнь была против фараона, которому поклонялись как величайшему среди всех божеств Египта. Поэтому история в книге «Исход» показывает нам, что на небе и на земле есть лишь один Бог, «И он всесильный, всемогущий и Иегова Яхва, творец неба и земли, Бог Авраама, Исаака и Иакова». Мы продвинемся на полторы тысячи лет после времённой серии. Ко времени греческого и римского пантеона богов. Итак, что представлял собой этот пантеон богов? Я объясню вам, потому что этот термин стоит в названии сегодняшней проповеди. Греческое слово «пантеон» буквально означает «все боги». Пантеон был построен в Риме и был посвящен всем различным богам и богиням греческой и римской империи, всем божествам, которым поклонялись в то время. Итак, мы кладём основания, и здесь важно отметить, что в римском пантеоне было шесть главных божеств мужского пола и шесть главных богинь. Шесть плюс шесть равно двенадцать. И эти двенадцать богов и богинь греческой и римской империи якобы имели абсолютно всю силу на небе и земле. И затем приходит Иисус Христос, и вот Он избирает не шесть, не восемь, не десять, но двенадцать учеников. Вы когда-нибудь задумывались, почему именно двенадцать учеников? Ну, двенадцать — это совершенство, правление. Да, у этого числа много глубоких значений. Но римская империя почитала двенадцать богов. И Бог сказал, вы думаете, что эти двенадцать имеют всю силу на небе и на земле? Так почему же они ничего не делают? Но смотрите, Я избираю двенадцать простых людей, и с ними переверну весь мир. Иисус сказал Своим последователям, дана Мне всякая власть на небе и на земле. Я делегирую вас, чтобы все, что вы свяжете на земле, было связано на небе, и что вы развяжете на земле, будет развязано на небе. Я хочу, чтобы вы посмотрели на это в свете культуры того времени. У каждого поколения есть свои проблемы. В наше время это наркозависимость, вооруженные банды, проституция и торговля людьми. Но во времена апостола Павла, во времена Иисуса, проблемой были идолы, которым поклонялись люди. Посмотрите, какие вызовы стояли перед ними в книге Деяний, храм Дианы. Поклонники этого божества заключили их в темницу и избили их. Люди сильно разозлились на них, когда ученики призвали сжечь оккультные книги. Проблемой во времена Иисуса были храмы, в которых греки и римляне поклонялись идолам. Они поклонялись им так же, как последователи Иисуса поклонялись Сыну Божьему Иисусу. Они считали, что их божества имеют всю силу, поэтому для того, чтобы Иисусу доказать то, кем Он действительно является, Он пришел со сверхъестественной силой, которой так не хватало любому из римских и греческих божеств. Греки верили, что существуют три измерения. Они верили, что существует подземное царство, которое контролирует Бог по имени Аид. В конце проповеди я еще буду говорить о нем. И вы должны дождаться, потому что в конце будет лучшая часть этого послания. Затем они верили в богов на земле, контролирующих море. Они верили в Посейдона, божества, управляющего океанами. И также греки верили в Бога над землей. Это был бог Зевс, вы слышали о нем. И в греческой мифологии он пребывал над небесами. У римлян это был Юпитер. Итак, этим я хочу сказать, что греки верили, и параллельная идеология существовала у римлян, что боги контролируют три реальности. То, что на небесах, то, что на земле, и то, что под землей. Но по Библии мы знаем, что в небесах есть Бог всемогущий, что там пребывает Отец, Сын и Дух Святой, что там с ними святые, и что Сатана назван князем, господствующим в воздухе. Мы знаем, что Дух Святой послан на землю, и также на земле мы имеем демонов и служащих ангелов. Мы знаем, что под землей потерянные души, они пребывают в аде, и что в самом низком отделении ада есть место для падших ангелов. Мы читаем об этом в Библии. Но я хочу показать вам кое-что о трех измерениях на небесах, на земле и под землей. Прочитаем вторую главу филиппийцам с 9 стиха. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Что я этим пытаюсь сказать? Греки верили, что их боги контролировали. Один — то, что высоко в небесах, другой — то, что в центре земли, и еще один — то, что под землей. Но Иисус говорит им, «Вы не так все понимаете. Есть лишь один, кто держит ад в своих руках. Мне даны ключи от ада и смерти. На земле мне дана всякая власть, и я дам своим последователям власть использовать мое имя. Только один Бог имеет силу и на небе, и на земле, и под землей. Его имя — Иисус. Бог превознес его над всеми богами Римской и Греческой империи. Он высоко превознесен». То, что я сейчас хочу вам показать, действительно интересно. Послушайте то, что сделал Иисус. Он на самом деле посмеялся над богами Римской и Греческой империи. Я это вам покажу. Я слышал эти слова из Библии много раз, но я ни разу не слышал, чтобы кто-то проповедовал об этом. Я не услышал это по интернету, от кого-то, от телепроповедников, и не вычитывал в какой-то книге. То, что я сейчас скажу, прозвучит впервые. Я хочу, чтобы вы посмотрели на служение Иисуса под другим углом. Я называю это полноценным переворотом культуры. А вот что делали греки и римляне. Они брали какие-то слова, обозначающие вещи или явления, и делали из этих слов божество. Это особенно важно в том, что касается Аида. И мы дойдем до него в конце данной проповеди. Если вы внимательно слушаете, тогда вы все поймете. Нас ждут удивительные откровения. Я хочу, чтобы мы поговорили о времени рождения Иисуса. Младенца преследовал царь по имени Кесарь Август. Об этом говорится в Евангелии от Луки, 2 главе, 1 стихе. В доме моей бабушки всякий раз на Рождество мы читали этот отрывок. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первое вправление к верении Сирии. И пошли все записываться, каждый в свой город. Поговорим о том, кто правил с 27 года до нашей эры, до 14 года нашей эры. Кесарь Август очень сильно расширил свою империю. И в юбилей он решил организовать перепись всей империи, чтобы собрать налог со всех своих граждан. Считалось, что это был 750-летний юбилей рождения Рима. Во втором году до нашей эры Август отпраздновал свой серебряный юбилей. Для того, чтобы организовать огромное празднество, в честь юбилея им нужна была огромная сумма денег. Мария и Иосиф отправились из Назарета в город своих предков, чтобы там заплатить налог. Но это не был обычный налог. Это был налог, специально предназначенный для того, чтобы оплатить серебряный юбилей Кесаря Августа. Иисус родился в период с 4 по 1 век до нашей эры. Правда, интересно, что Иисус родился именно тогда, когда правитель Римской империи праздновал свой серебряный юбилей. Почему же это так интересно? Потому что серебро — это металл в Библии, означающий искупление. И вот Спаситель приходит на землю как младенец, которому предстоит искупить все человечество. Юбилей — это первая проповедь Иисуса. Мы читаем о ней в Евангелии от Луки, 4 главе, в 18 и 19 стихах. Он произнес в Назарете «Дух Господень нам». Ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать Лето Господне благоприятное. Лето Господне благоприятное на иврите — это юбилейный год. В книге Левит мы читаем, что в юбилейный год все, кто были в плену, должны быть отпущены на свободу. В этот год отпускали всех рабов, возвращали землю владельцу. Итак, в это время земной царь празднует свой серебряный юбилей. И это то самое время, когда в Вифлееме родился истинный юбилей. Дальше история будет еще более интригующей. Кесарь Август постановил, что начался период Пакс Романа, что значит «Мир в Риме». Вначале имя Кесаря было «Октавий», но затем он заменил его на «Август». Кстати, именно отсюда пошло наше название месяца «Август». Интересный факт, не так ли? Имя «Август» означает «сияющий». Август устанавливал мир с прилежащими народами в течение 15 лет. Этот мир принес ему процветание, огромное количество денег, серебряных и бронзовых монет. А теперь, внимание, во времена Кесаря Августа люди называли его «Князем мира». А еще среди его регалий в Риме был следующий титул. Готовы? Они называли его «Царь царей». Итак, народ называл своего Повелителя «Князем мира» и «Царем царей». Но вот что говорит нам Исайя в 9 главе, 6 стихе. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его. И нарекут имя ему, чудный, советник, бог крепкий, отец вечности, князь мир». Все вы прекрасно помните это местописание. Этот титул принадлежит не Кесарю Августу, не тому, кто установил этот самый пак Сарамана, «Римский мир» или «Мир в Риме» не ему. Но титул «Князь мира» в книге Исаии относится лишь к одной личности. «Потому что, когда Христос родился в Вифлееме, ангела возвестил «На земле мир, в человеках благоволение». Еще до того, как люди назвали Кесаря Августа «Князем мира», ангелы возвестили вифлеемским пастухам, кто действительно является «Князем мира». Это был младенец, лежащий в яслях, родившийся от девок. И так что же я хочу этим сказать? Римская империя ненавидела христиан. Сначала они еще их терпели, но к 45-му году, к 50-му году нашей эры христиан гнали и преследовали, особенно при нероне. И основная причина их преследований заключается в том, что, как и у иудеев, у христиан был день покоя. Римляне трудились семь дней в неделю. Раб, работающий на римлянина, должен был работать все семь дней. Но христиане имели один день покоя. Но еще большая причина заключалась в том, что христиане верили, что есть лишь один истинный царь, Господь и Бог. Римляне верили, что Кесарь Август был князем мира. Но христиане, противореча им, называли князем мира Иисуса Христа. Римляне утверждали, что царем царей является Кесарь Август, ведь это он принес процветание. А христиане говорили им, нет другого Господа Бога, кроме Христа. И поэтому им отрубали голову. Отсюда начались гонения на них при нероне. Первое послание Тимофею, 6 глава, 15 стих. Тут Павел называет Христа единым, сильным царем, царствующих и Господом, господствующих. Поэтому христиане понимали. Август. Да, ты носишь этот титул, но это положение принадлежит Христу. Получить титул может каждый. А вот чтобы заслужить положение, нужно заплатить цену. Очень интересный факт. Когда Кесарь Август умер, а это тот самый император, который правил при рождении Христа, и так, когда он умер в 14 году нашей эры, вы готовы услышать этот очень интересный факт? По его смерти римские придворные вызвели его в ранг, внимание, Сына Божьего. Правда, интересно? Смотрите, через 16 лет после смерти Кесаря Августа Иисус Христос приходит на реку Иордан, сверхъестественно, разверзли с небеса, и с неба слышен голос, «Сей, есть Сын Мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение». Стоит отметить, что еще в период до нашей эры Иисус Христос назван Сыном Божиим в Евангелии от Луки, 1 главе, 35 стихе, архангелом Гавриилом. И словно этого недостаточно, Иисус назван Сыном Божиим при Его зачатии, при Его рождении, и также бесы говорили, «Я знаю, кто ты, ты Сын Божий». Иисуса называли Сыном Божиим Его ученики. Его назвал Сыном Божиим Сотник, который видел, как Он умирал на кресте. Сам Бог называл Иисуса Сына Божиим. 47 раз в Новом Завете упоминается фраза «Сын Божий». 46 раз эта фраза касается Иисуса. И один раз говорится «Возлюбленные, мы Сыны Божии». То есть, в 46 случаях из 47 упоминаний Сына Божьего в Новом Завете речь идет об Иисусе, потому что есть только один Царь, только один Господь и Господин. И мы с вами прекрасно знаем, кто это. Я повторюсь, Август имел титул, а Иисус имел не что иное, как положение. Почему Иисус имел положение? Потому что кости Кесаря, Августа, лежат в могиле, а Иисус умер и воскрес в третий день. Воздайте славу Сыну Божьему и Иисусу Христу. Он поразил державу смерти. Он живой во веки веков. Аллилуйя. А сейчас, внимание, я хочу вам назвать некоторые божества, о которых вы даже и не слышали. Я тоже не знал о них, пока не углубился в эту тему. Я покажу вам, как Иисус буквально посмеялся на глазах у жителей Римской империи над этими божествами, в честь которых даже были отчеканены монеты. Возможно, вы слышали о лже-божестве в Римской империи по имени Янус. Я хочу показать вам монету, выточенную в честь божества Януса. Заметьте, что голова божества повернута вправо, и также голова этого божества повернута налево. Есть причина на то, что божество изображено двухголовым. Во времена Христа они поклонялись двухголовому идолу. Его называли Богом Начало. Греки верили, что это божество было как-то связано с началом времен. И вот вам интересный факт. Наш месяц, июнь, назван так в честь этого идола по имени Янус. Вряд ли мы что-то можем с этим сделать. Мы не станем менять из-за этого календарь. Итак, на изображении монеты было двухглавое божество. Это была монета, которая ходила в обиходе во время Христа. Считалось, что одно лицо божества смотрит в прошлое, а другое лицо божества направлено в будущее. В Римской империи считалось, что этот идол по имени Янус мог контролировать сферу войны и мира. И также он считался охранником у ворот небес. Поэтому во времена Христа это было одним из главных божеств для греков. Но что сказал Иисус? Бог сказал, «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось». Бог сказал, «Я — Альфа», что значит «начало», «Я — Омега», что значит «конец». И, кстати, Он — это все, что между ними находится. Бог сказал, «Я — первый и последний». Четыре раза в книге Откровения говорится о том, что Иисус — истинный Бог. Он — тот, кто был, кто есть и кто грядет. Для тех, кто не силен в грамматике, объясняю. «Был» означает «прошлое», «есть» означает «настоящее время», и «тот, кто грядет», означает, что он будет в будущем. И хотя за эту монету в то время можно было что-то купить, лицо, изображенное на этой монете, ничем не могло помочь им в жизни. Это был мертвый идол. Но есть лишь один, кто знает от начала, что будет в конце. И от древних времен то, что еще не сделалось. Он говорит, «Я — Альфа», «Я — Автор» и «Совершитель вашей веры». Он один может видеть ваше будущее и помочь вам забыть и простить. А только он может показать вам, что ждет вас в будущем. Воздайте славу истинным, единому Богу прошлого, настоящего и будущего. Он был и есть и вновь грядет. Аллилуйя! Я рад сообщить, что вы уже можете заказать в аудио или видеоформате запись Международной конференции под шатром 2019 года. Название моей первой проповеди «Божество на суде». Служение Христа было по сути атакой на греческих и римских лже-богов. А вы увидите, как Христос посмеялся над божествами Янусом, Кастером, Полоксом, Аидом и Никой. После этих проповедей мы слышали много историй о чудесах и многие люди откликнулись на призыв к алтарю. Вторая проповедь «Смущение в пророческом лагере Америки». Я разоблачаю четыре взгляда, которые сейчас распространяют. Вера в то, что вознесение церкви это ложная доктрина. Вера в то, что антихрист уже пришел. Вера в то, что скорбь уже прошла и также учение о том, что мы находимся в первой половине скорби. Я разоблачаю эти заблуждения. Я верю, что пророческая информация, которую вы услышите в этих проповедях, поможет вам понимать времена, в которые мы живем. После этого я проповедовал о пророческом значении 2020 и 5780, то есть еврейского нового года. Я взял языческий и еврейский новый год и использовал еврейский алфавит, чтобы смело предсказать основные важные темы на ближайшие 12 месяцев. Согласно правилам еврейской герменевтики, этот год соответствует бытию 48-й главе и 2-й главе книги Иаиля. Этот метод успешно применяется с 12-го года, и он показал точные результаты. Поэтому мы заранее смогли увидеть, что ждет нас в 20-м году. Совершенный шторм в Америке в 20-м году. Пять параллелей Америки сегодня с жизнью Иезавели. Как повторяется, древняя история, включая дух Ваала. Сейчас это новая религия изменения климата. Узнайте историческую разницу между социализмом и капитализмом и услышьте слово о будущем Америки. А также три вещи на земле, которые не победить атеистам и радикалам. Затем, что говорит Библия о браке, разводе и повторном браке. Исследуя библейские еврейские термины, я объясняю Божий план для брака. Я показал, что до того, как был дан закон, у Моисея было движено. Я подробно рассматриваю противоречивые учения Христа о Павле, о разводе и повторном браке. Также вы услышите проповеди Томми Бейтса, Джона Киллпатрика и Рона Каппентера. Каждый из них проповедовал важное динамичное послание. За ваше пожертвование мы вышлем вам прекрасный набор аудиопроповедей. Для заказов пишите нам и звоните, и заходите на сайт, адрес которого на экране. Я решил поделиться с вами детальной информацией, которой я, пожалуй, так подробно никогда не делился в нашей программе. Когда мне было 18 лет, я знал, что Бог призвал меня на служение. Я разработал 7 пунктов, как мы будем достигать людей Евангелия. И уже позже, познакомившись с одним из служителей исцеления, я понял, что если бы я пытался достигать людей Евангелием только в церкви, это сильно ограничило бы мое служение. Итак, в моем плане было 7 пунктов, мне было 18, и разумеется, я не подозревал, что однажды у нас будет всемирное телевизионное служение. Я не знал, что у нас будет 100 акров земли для того, чтобы мы могли на ней строить свои здания для различных служений. Не знал планов Божьих. Бог дал мне 4 правила, и мы руководствуемся ими во всех наших служениях. А вот эти правила. Бог сказал, чтобы весь наш доход мы вкладывали в служение, чтобы мы почитали приватность людей. Мы никогда не продавали данные своих подписчиков. Мы не просим помочь нам финансово, не рассылаем письма потенциальным партнерам. Если человек передал нам чек и на чеке информация о нем, мы не станем сами писать человеку, только потому, что на чеке его данные. В каждой сфере нашего служения мы придерживаемся строгих правил. Думаю, вы в этом уже убедились. Мы хотим, чтобы вы знали, что в мире есть служение, есть пасторы, мужчины и женщины, которые честно служат и стараются изо всех сил, чтобы их служение ничем не было опорочено. Поэтому, когда вы слышите что-то негативное о каком-то проповеднике, не стоит поспешно делать негативные выводы обо всех служителях. Я встречал в своей жизни множество честных мужей и жен Божиих. Я вдохновляю вас найти себе церковь, в которой пастор будет проповедовать вам Библию. Это может быть небольшая церковь, главное, чтобы это было собрание верующих, в котором вы будете чувствовать себя как дома. Не будем оставлять собрание своего, тем более в эти последние дни, потому что, как говорит Писание, у некоторых имеется такая привычка. Будьте на связи с нами через наш веб-сайт и да благословит вас Господь Бог. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова